Дорогие друзья, спасибо, что вы пришли в столь поздний час, в пятницу вечером, послушать наши рассказы о машинном интеллекте. Это очень здорово, что вы такие фанаты машинного интеллекта, и надеюсь, что мы с вами интересно проведем время. Значит, у нас план на сегодня такой. У нас есть три доклада, каждый из них на час времени, но мы постараемся уложиться в полтора часа. Первый доклад будет мой, я расскажу немножко о лаборатории, немножко расскажу о нашем проекте разведочного поиска и даже попытаюсь сделать демонстрацию. Вторая часть будет, ее сделает Женя Гегоров, это будет про один из проектов, который мы ведем в лаборатории. Проект называется TopicNet, это про создание тематических иерархий, сетей и тематического анализа больших текстовых коллекций. И Витя Булатов расскажет об одной интересной конференции, что он там узнал нового, и краткое саммаре вы услышите из его уст. Ну вот, собственно, давайте я буду модератором. Сначала я попытаюсь отмодерировать меня. Мой доклад будет состоять из трех частей, точнее даже из четырех, каждый из них на час, но я попытаюсь уложиться в полчаса. Для начала я вижу много новых лиц, поэтому надо что-то рассказать про нашу лабораторию. Наша лаборатория была, если мне память не изменяет, создана два года назад, хотя я уже не уверен, так много событий случилось с тех пор. Итак, чем мы занимаемся? Машинный интеллект. Три основных направления – это анализ текстов и транзакционных данных. Первое. Второе – это анализ изображения видео. И третье – это анализ временных рядов и интернет вещей. То есть мы занимаемся анализом данных. Немножечко поподробнее о всех этих трех направлениях. Первое. В анализе текстов наш главный конек – это топик моделинг, тематическое моделирование текстов. Это задача, о которой я еще поподробнее расскажу, но сейчас крупноблочно. У вас на входе большая коллекция текстовых документов. Вам нужно понять, какие есть темы в этой коллекции, из каких слов и выражений состоит каждая тема, о чем каждая тема, и какие темы присутствуют в каждом из документов, что вкратце изображено на этой картинке. Если бы все было так просто, современные документы, как говорят, мультимодальные. В них есть не только слова, но и всякие другие модальности. Например, это авторы, дата публикации, организация, которая связана с публикацией этого текста. Это могут быть какие-то ссылки, гиперссылки текстов друг на друга. Это могут быть изображения, на них мы умеем выделять какие-то объекты. Это могут быть какие-то теги. В конце концов, это могут быть пользователи, которые эти тексты читают, лайкают и так далее. Поэтому информационный след пользователя тоже остается в документе. То есть очень много разных нетекстовых модальностей есть в тексте, и мы пытаемся всю эту информацию учесть для того, чтобы вытянуть вот эти самые топики. По каким темам обращаются пользователи к этим текстам, как темы связывают тексты друг с другом и так далее. Зачем мы это все делаем? Приложение масса. То есть это, первое, информационный поиск, когда мы хотим искать документы не по ключевым словам, а по смыслам, то есть по тематике, найти тематически схожие статьи. В новостных потоках это обнаружение событий, то, что называется topic detection and tracking, прослеживание тематически схожих новостей, которые объединяются в одно событие. Есть много разных применений и для анализа разговоров в контакт-центрах, и особо стоит отметить применение в банковской сфере, в финтехе, но уже не к текстам естественного языка, а к транзакционным данным. По поиску я еще поподробнее поговорю дальше. Вот банковские транзакции, например. Какая, казалось бы, связь? История платежей по карте какого-то человека, держателя банковской карты, и коллекции текстовых документов. Но если мы этого человека воспримем как некий псевдодокумент, а к покупке, которую он делал, это определенного рода слова, есть словарь. Словарь описывает то, вообще, какие покупки может делать человек. Вот он расплатился в аптеке, расплатился за одежду, за обувь, за автомобиль, ну и так далее. И мы уже понимаем профиль потребительского поведения клиента. Вот выделение тем на таких данных – это и есть построение потребительского профиля, чтобы понять, кто перед нами, что это за человек. Может быть, это бизнесмен, может быть, это пенсионер, может быть, это школьник. Женщина – это или мужчина. Имеет ли человек автомобиль, дачу, семью, детей и так далее. То есть все вот эти вот вещи о человеке можно узнать из того, как он расплачивается своей банковской картой. Более интересная задача у нас возникла, когда мы анализировали банковские транзакции между фирмами. Там интереснее, потому что таким псевдодокументом выступает фирма, но у этой фирмы есть два типа транзакций. Она покупатель и она продавец. И это усложняет задачу, делает ее более интересной. Я не буду вдаваться в эти задачи, потому что у нас еще много с вами интересных тем для обсуждения. Второе большое направление нашей лаборатории – это анализ распознавания изображений. Здесь я показываю примеры только из области text detection и optical character recognition. Распознавание документов. Вот перед вами фотография или скан, такого жеваного, пережеванного чека, на котором клали селедку, резали, там еще что-то делали. Нам надо распознать все, что там написано. Опаньки, распознали. А теперь еще и уложить это в некий формализованный документ, который описывает, да, если это чек, что за товар, какова стоимость, какова общая стоимость чека и так далее. Это все надо распознать и уложить в XML. Фишка нашего решения здесь – это то, что мы, занимаясь машинным обучением, научились настраиваться на новый вид чеков, на новый вид документов. паспорт, справка, водительское удостоверение и так далее. И все, что нам нужно, чтобы настроиться на новый текст документа, это разметить, ну, один, два, три примера таких документов. Не нужно обучающую выборку из сотен или тысяч размеченных документов. Иногда даже одного достаточно. Что еще? Третье направление – это анализ временных рядов. И здесь огромное количество разных приложений, я не показываю все. Ну, например, вот то, чем занимается Вадим Викторович Стрижов, мой коллега еще и по базовой кафедре интеллектуальной системы. Это базовая кафедра в вычислительном центре, ну, теперь это называется ФИЦ, Федеральный исследовательский центр информатики управления РАМ. Ну, мы все по старой памяти называем это ВЦ РАМ. Вот. И базовая кафедра у нас с 2004 года. И вот Вадим ведет там совершенно замечательный практикум, учит студентов третьего курса писать крутые научные статьи, которые уже можно подавать в научные журналы квартиля КО1, КО2. У многих получается, хотя не у всех, потому что это тяжело. Вот. Ну, вот один из его проектов, который он ведет во Франции в Университете Гренобель-Альпы и на данных французской компании Клинотек. Вот компания занимается тем, что она строит систему, такой вот экзоскелет, который здесь изображен, который поможет человеку с ограниченными возможностями нормально жить и передвигаться. И это анализ данных мозга, анализ данных с мышц и так далее. То есть большие массивы временных рядов и распознавание движений человека, о чем он подумал, какое движение он собирается делать по этим данным. Аналогичный проект тоже распознавание движений человека, но по данным с акселерометров. Это совершенно живой прикладной проект, где есть заказчик. Заказчик – это строители, которые вешают на своих рабочих браслеты, значит, два на руках, два на ногах. И задача такая – понять, что делают все эти рабочие, которые где-то рассыпались по стройке. Вот они где-то там ходят, кто-то идет вверх, кто-то вниз, кто-то сверлит, кто-то работает молотком, а кто-то курит. И все это надо понять про всех людей, которые заняты на строительстве, на производстве. Производство, которое по большой территории разбросано, вот им это особенно интересно. Им интересно померить, как там люди ходят, сколько они времени тратят непродуктивно на какие-то переходы из цеха в цех и так далее. Точность распознавания движений человека по данным акселерометра на настоящий момент очень высокая. То есть некоторые движения распознаются с точностью 98% и выше. Ну и вот еще один пример приложения. То, что называется символьной динамикой. Это когда мы имеем временной ряд, но мы понимаем, что какие-то существенные особенности временного ряда, они связаны не с анализом какой-то формы, каких-то пиков, каких-то там особенных конфигураций, а есть некие достаточно грубые характеристики, которые, тем не менее, очень информативны. И такой пример – это электрокардиограмма, где, да, можно изучать форму каждого кардиоцикла, и это действительно информативно для выявления сердечных заболеваний, но вот оказалось, что если мы исследуем только вариабельность интервалов и амплитуд R-зубцов, вот этих вот самых высоких зубцов на электрокардиограмме, то этого достаточно для того, чтобы ставить самые разные диагнозы, причем не только сердечных заболеваний. А делается это так, сначала сигнал дискретизируется, и мы фактически вот эту вот картинку, красную кривушку, переводим в текст, потому что каждому кардиоциклу ставится в соответствии буковка из шестибуквенного алфавита, и мы кардиограмму переводим в символьную строку, и дальше работаем с ней как с текстом, фактически методами компьютерной лингвистики, и удается из этого текста выявлять паттерны самых разных заболеваний. Ну, это были примеры. Примеры далеко не все, чем мы занимаемся. Я хотел бы более подробно остановиться на... Остановиться на... Вот на таком приложении. Значит, это анализ текстов, это то, с чего я начал. И у нас очень такой шапкозакидательский план. Мы хотим ни много ни мало, но предложить миру новый стиль потребления информации, получения знаний, то есть некий новый подход к информационному поиску. И делаем мы это вместе с коммерческой компанией. Можно посмотреть, да, вот я здесь ссылочку привожу, ссылка на нашу лабораторию, на компанию, можно зайти. И чуть позже дам ссылку, где можно попробовать поиграться с этим поисковиком нашим. Хотя это только первый шаг того поиска, который мы замышляем. И вот нашу идею я в какой-то момент обнаружил вот в такой цитате аж с 1940 года из Герберта Уэллса. Чем мне эта цитата понравилась? Это было с тем, что фантаст очень четко и алгебраично предложил набор операций над знанием, который, собственно, и определяет вот это вот понятие knowledge factory, мастерская знаний. Значит, что нам нужно научиться автоматизировать и быстро делать со знаниями? Искать, то есть получать, сортировать, суммировать, усваивать, разъяснять и сравнивать знания и идеи. Вот сейчас средства Natural Language Processing, NLP, они позволяют подойти, наконец, к решению этой задачи, которую Герберт Уэллс ставил 80 лет назад. Обычный поиск. Для чего он нужен? Для обработки коротких поисковых запросов. Я ищу в соседней аптеке нужное мне лекарство. Нашел и забыл. Пошел купил. Все нормально. Проблема решена. Поисковики, такие как Яндекс и Гугл, не заботятся о том, что будет делать человек с результатами поиска. Их дело найти. Все. Дальше они не знают. То есть они никак не формализуют, не автоматизируют дальнейшую работу человека с найденными знаниями. Давайте пойдем в этом направлении. Решили мы. Но мы такие не единственные. И это называется Explored Research. Разведочный поиск. Значит, зачем мы ищем? Мы ищем, чтобы накапливать знания. Давайте пойдем дальше. Задавать детские вопросы. Зачем и почему? Зачем мы накапливаем знания? Чтобы их анализировать. Хорошо. Дальше. Зачем мы анализируем знания? Чтобы их понимать и усваивать. А зачем мы их усваиваем? Чтобы применять и передавать потом другим людям. Чтобы цивилизация наша человеческая росла, развивалась, развивала технологии. Чтобы мы обслуживали нашу собственную лень. Технологии нужны для чего? Чтобы облегчать нам жизнь. Чтобы не делать то, что делали первобытные люди. И при этом плохо жили. А мы хорошо живем и отдыхаем чаще и больше. Очень хорошо. Значит, человеческая цивилизация основана на знаниях на самом деле. И проработать вот этот механизм на основе анализа текстов естественного языка, чтобы облегчить людям работу со знаниями, чтобы она шла быстрее. Значит, технологию не мы придумали. И концепцию тоже не мы придумали. Вот концепция разведочного поиска Explored Research появилась в 2006 году. И она сразу противопоставлялась той концепции поиска, которую исповедуют поисковые системы, которыми вы все пользуетесь каждый день. Поисковые системы делают look-up. То есть это некий поиск фактов. Но если человек занимается самообразованием или исследованием, он часто не знает, что на самом деле он ищет. И его поисковая потребность меняется в процессе поиска. Вот более свежая работа 2017 года, где люди систематизировали предыдущие 10 лет исследований по разведочному поиску и выделили 11 свойств вот этого вот процесса поиска. Чуть поподробнее. Значит, что это такое? Первое. Это многошаговый процесс. Он связан с постоянной переформулировкой и дополнением поискового запроса. Причем пользователь может не знать, что он ищет. У него есть общая мотивация разобраться в какой-то области. Но у него нет четкого плана и он не знает, как эти данные получать. Все время возникает неопределенность в процессе поиска. У поиска нет единственного правильного ответа. И все время пользователь может получать какие-то новые неожиданные знания. Он все время меняет свою стратегию поиска. Он все время уменьшает неопределенность. Потом он узнал что-то новое. Новое какое-то понятие, новое направление исследований. И у него эта неопределенность опять возросла. Он снова начал искать. Он получает эти знания свои. У него нарастает понимание. Уменьшается неопределенность. Потом бац, опять на что-то наткнулся новое. Зачем нужны такие системы? Я от своих коллег-ученых часто слышу. Я вроде бы проискал всю литературу. Мы начали исследование целой группы. Три месяца работали. Потом мой аспирант нашел статью, где какой-то китаец все это самое уже сделал 6 лет назад. Ну так чего, ты не обладаешь навыками поиска в интернете, что ли? Да нет, обладает. Но просто вот действительно это слезливая история, которая происходит, к сожалению, слишком часто. Это означает, что современные механизмы поиска, они не очень-то поддерживают человека информационного общества, который все время имеет отношение к знанию, получает знание, добывает это знание. И разветвленность, да, то есть я постоянно в поиске, то мне надо посмотреть какое-то определение поподробнее, то мне надо в историю вопроса углубиться, то я еще чего-то новое нашел и пошел ответвляться, а потом вернулся обратно. И вообще этот процесс никогда не заканчивается. То есть разведочный поиск – это не один раз нашел, а это постоянная такая работа. Значит, вопрос, что за систему надо строить для того, чтобы обеспечивать этот рабочий процесс, вот этот workflow работы со знанием, причем не только исследователя, ученого. Многие профессии работают со знаниями постоянно. Маркетологи, журналисты, врачи, школьные учителя и так далее. Мы считаем, что основной потребитель этого поискового продукта – это некая проектная группа, которая вместе делает какую-то работу, и вот они вместе проводят расследование, что еще известно на эту тему, кто еще работает в этом направлении, что у людей сделано и так далее. И вот я уже не буду так более подробно… Так, сейчас я вот одну вещь скажу. Значит, первое. Мы сделали прототип, который я сейчас вживую покажу, но прототип, который реализует только первые два шажочка вот этой нашей мечты мастерской знаний. Мы позволяем найти контент и накопить его. То есть основная концепция, с чем мы работаем, это подборка документов. Вот у пользователя есть какой-то поисковый интерес. Мы не просим его формулировать его ни словами, ни какими-то темами. То есть вот человек нашел на данную ему тему, которая сидит у него в голове, один единственный документ. И с этого момента включается наш поисковый механизм, который ему к этому документу рекомендует добавить еще какие-то документы. Он добавляет, у него растет подборка. Вот и все. Простая концепция, тоже не нами придуманная, уже много кем реализованная. Но мы-то хотим мастерскую знаний. Мы следующий шаг наметили такой. Зачем человек собирает вот эту подборку документов? Он просто ее коллекционирует, что ли? Нет, конечно. Ему важно как можно быстрее понять, о чем там написано. Значит, сделать какую-то аналитику и сделать какую-то summary, выжимку. Вот следующий этап работы, который нам предстоит в ближайший год или годы, это сделать помощь человеку, который пишет обзор на заданную тему. Но я думаю, что все здесь сидящие студенты будут делать свою бакалаврскую, магистрскую, кандидатскую и так далее, работая в компаниях, будут писать обзоры, дайджесты, там бог знает что еще, технические отчеты. И вот эту работу делает огромная, там, миллионная армия ресерчеров по всему миру. Делают вот эту вот обезьянью работу на самом деле. То есть они читают статьи, выдергивают какие-то фразы из этих статей, чуть-чуть их переформулируют и пишут обзоры. Для чего? Ты прочитал обзор, ты быстрее в теме разобрался. Вопрос. А можно ли помочь людям писать обзоры на любую тему максимально быстро? То есть понятно, что исключить человека из этого процесса мы не можем. Мы здесь говорим о гибридном искусственном интеллекте, о том, чтобы наши технологии поисковые помогали людям писать обзоры, скажем, в 10 или в 100 раз быстрее, чем они это делают чисто вручную. То есть есть суфлеры, которые подсказывают, добавь вот эту фразу из этой статьи, сошлись вот на эту статью, а вот на эту статью, вот в этих 10 статьях, ссылались так-то и так-то. И это очень полезно русским, китайцам, индусам и так далее, которые еще английским языком специальным не очень хорошо владеют, а написать статью, которую примут в хорошем журнале, хотят. Так, ну я не буду вот про это уже все подробнее рассказывать, а давайте я лучше немножечко покажу демонстрацию, как это устроено. Вот системка, адрес, arcsiv.it.com. Почему arcsiv? Потому что мы сейчас в качестве исходной коллекции взяли arhiv.com. Полтора миллиона англоязычных статей по computer science, физике, computational biology, computational economy и так далее. Вот основные 8 разделов здесь представлены по каждому разделу. Самая основная функция. Да, есть search, да, есть поисковая строка, к которой мы все привыкли, можно что-то там поискать такое, но основная функция здесь – это подборки документов. Вот я сейчас под собой, у меня созданы три подборки. Вот, например, я иду opinion, mining and sentiment analysis with topic modeling. Вот я собираю, насобирал там, не знаю сколько, пару, тройку, десятков статей на эту тему. Они про анализ тональности, про выявление мнений в социальных сетях, про выявление политически поляризованных мнений в политическом дискурсе и так далее. Вот чтобы мне поработать с этой подборкой, я кликаю в recommended, и мне система из архива подбирает то, что может мне быть полезно, что я могу почитать, посмотреть, добавить в подборку. Вот и все, пока все. То есть пока вот эта система – это всего лишь персонализированный поиск похожего контента по подборкам. Теперь немножечко о том, а что под капотом, и как это все устроено. Да, это правильно. О том, как все это устроено. Значит, и я подвожу под следующий наш доклад, который будет о проекте TopicNet. Это проект, который упрощает построение сложных тематических моделей по таким вот сложным разноплановым текстовым коллекциям, коей является в частности коллекция научных статей на архиве, потому что там не только слова в этих документах, там есть авторы, там есть ссылки, и всю эту информацию богатую, разнообразную надо учитывать для того, чтобы строить рекомендательный сервис. Значит, что такое тематическое моделирование? Чуть-чуть математики, чуть-чуть формул. Нам дано коллекция текстовых документов, и мы ее записываем как вероятностное распределение слов в каждом документе. Вот так вот, P, W при условии D, это что такое? Это количество, сколько слова W используется в документе D, поделить на длину документа D. То есть это вот частотная оценка вот этой вот условной вероятности. Это то, что мы получаем на входе. Про себя можно заметить. Неявно приняли гипотезу мешка слов. Вот это очень распространенное предположение в анализе текстов естественного языка. Нам не важен порядок слов, нам важно, какие термины употребляются в этом тексте. И в тематическом моделировании худо-бедно с этой гипотезой можно примириться. Значит, что мы строим? Мы строим тематическую модель. Это фактически формула полной вероятности всего лишь навсего. Мы описываем появление слов в документе темами, потому что каждый документ состоит из каких-то тем, и каждая тема состоит из каких-то слов. Вот появление слов в документах мы считаем, что оно связано с тематикой каждого документа. Но если посмотреть на это выражение, это не что иное, как матричное разложение. Значит, здоровенную и разреженную матрицу слова на документы мы должны представить в виде произведения двух матриц. Слова на темы и темы на документы. И столбцы всех этих трех матриц – это дискретное вероятностное распределение, поэтому такое матричное разложение называется стахастическим матричным разложением. Но вот незадача. Получить это разложение мы можем бесконечным числом способов. И, как говорится, такая задача некорректно поставлена по Адамару. Корректно поставленная задача – это задача, у которой решение существует единственное устойчивое, а у нас нет единственности. Потому что кроме вот такого решения, фин-отета, еще существует целое семейство решений, на самом деле не только таких, как решаются некорректно поставленные задачи в математике. Есть общий подъем, регуляризация. Значит, почему задача некорректно поставлена? Да потому что мы ее не допоставили. Тот критерий, который мы вводим для построения этого матричного разложения, он не все нужные требования предъявляет к решению. Надо наложить еще дополнительные требования в виде каких-то дополнительных критериев. И, собственно, самый главный результат для нашего подхода – это так называемый ЕМ-алгоритм для построения регуляризованных тематических моделей. Первое. У нас есть критерий максимума правдоподобия для того, чтобы строить наше матричное разложение. И второе. Мы можем добавить любое количество регуляризаторов, и даже не один, а добавить кучу разных, предъявив тем самым кучу требований к нашей модели. И вот оказывается, что такая постановка задачи сводится к решению некой системы уравнений, которая здесь выписана. Но, опять-таки, не наша сегодня с вами задача в точности разобраться, как это устроено, и почему она именно такая, и как ее эффективно решать. Это все сделано. Но один момент здесь очень сильно нас волнует и интересует. как именно и какие регуляризаторы добавлять в модель, чтобы построить хорошую модель для решения той или иной конкретной задачи. А какая у нас задача? Задач у нас много, и много есть проектов, где мы используем тематическое моделирование. Но вернемся к поиску. Как мы ищем документы, тематические, схожие с данным? Мы строим вот эти вот столбцы матрицы ТЭТа, это вероятностное распределение документов по темам. Мы такое распределение можем построить для документа запроса и для любого документа из нашей большой коллекции, какой бы она огромной ни была. А дальше мы делаем векторный поиск. Мы ищем близкие векторы. Вектор по вектору. Много разных мер близости существует. Косинусная оказалась самой лучшей. И дальше вопрос. Ну хорошо, мы можем найти документ по документу. Насколько хорошо работает этот поиск? И как это померить? Ну я бегом пробегусь по одному из экспериментов, которые мы начали еще много лет назад, там еще до существования лаборатории проводить. И все время этот эксперимент развиваем. Сейчас вот с наличием этого поиска по архиву мы это будем делать немножко по-другому, уже измеряя поведение реальных пользователей с нашим поиском. Но здесь мы делали следующим образом. Мы брали, например, хабр-хабр, составляли сами вручную текст запроса, большой текст примерно на страницу, и потом предъявляли людям, асессорам, такое поисковое задание творческое. Вот человек, говорим, вот смотри, вот тебе вот такой вот текст, например, про IBM Watson. Вот прочитай этот текст, а потом найди на хабре все, что интересным образом связано вот с этой же темой. То есть человек читает и, пользуясь любыми поисковыми средствами, идет на хабр искать тексты на ту же тему. Вот примеры тех тем, на которые мы придумали такие поисковые запросы. Мы их придумали 100 штук для хабра на русском языке, еще 100 штук для техкранча на английском языке, и начали делать наши эксперименты. Мерили точность и полноту, как оно и положено в информационном поиске, сравнивали разные модели, которые векторизуют текст, там, знаменитый Word2Vec, FastText пробовали, тематические модели пробовали, много чего еще. И теперь я подвожу к самому интересному вопросу и к следующей презентации. Значит, мы в наших тематических моделях используем совокупность регуляризаторов. Вот здесь показаны три регуляризатора. Первый – декоррелятор. Он говорит так. Построй мне, пожалуйста, темы, чтобы они были различными, чтобы они не дублировали друг друга. Оказалось, это очень полезная штука, и она позитивно влияет на качество поиска. Следующий регуляризатор. Построй нам, пожалуйста, тематические представления наших документов, так, чтобы они были как можно более разреженными, чтобы в этих вероятностных распределениях документ по темам было как можно больше нулей. Почему? Давайте предположим разумно, что в каждом документе есть лишь небольшое количество тем. Вот в большой коллекции есть там несколько сотен или несколько тысяч тем, но в каждом документе их гораздо меньше. Разумное предположение. Ну и еще одно сглаживание распределений слов в каждой теме. Оказалось, что если мы строим вот такую комбинацию регуляризаторов, то если мы умеем их правильно добавить друг за другом, если мы правильно выстроили стратегию регуляризации, добавляя регуляризатор, тщательно подобрали каждый коэффициент регуляризации, то в итоге мы построим очень хорошую тематическую модель. Но, ребята, это мы месяцами вот эти вот стратегии регуляризации методом проб и ошибок, кровью и потом, значит, вырабатывали. А как пользователям нашего тематического моделирования, нашей библиотеки, как им это делать, как им передать вот этот вот опыт. Вот и отсюда возник проект TopicNet, о котором будет Женя Егоров рассказывать. Так, еще чего? Еще чего? Да, собственно, вот этот вот график, он просто показывает, что в итоге нам удалось добиться того, что качество поиска наших моделей регуляризованных выходит на уровень точности полнота 90%. Для информационного поиска это очень много. и мы обогнали как и конкурентов, так и асессоров. Интересно, по ходу дела кучу разных вещей выяснили. Например, начали строить иерархические тематические модели и обнаружили, что если, например, модель плоская, нет никакой иерархии, мы не делим темы на подтемы, то оптимальное число тем, оно небольшое. Вот оно здесь 200, 400. А если мы начинаем строить иерархию два уровня, три уровня, то вдруг оказывается, что на нижнем уровне иерархии мы можем себе позволить гораздо больше. И качество поиска увеличивается, и мы гораздо подробнее по темам раскладываем наши документы. Их аж полторы тысячи тем можно взять. Вот такие эксперименты мы делали. То есть доказали, что, например, все модальности, которые мы использовали, то есть авторы, словосочетания, теги, хабы, и так далее, категории, вот все, что нам эти коллекции предоставляли дополнительно к словам в документах, это все полезно, это все надо учесть, просто надо уметь это учитывать, и учет всех этих дополнительных модальностей действительно повышает качество поиска. И доказали, что все регуляризаторы полезны. То есть вот три регуляризатора, мы их нацеливали исходно на то, чтобы модель была разумная. Не было никакой оптимизации в явном виде качества поиска. И тем не менее, оно улучшается при использовании всех этих трех регуляризаторов. И, собственно, вот из таких экспериментов возникла идея проекта TopicNet. Осталось много открытых проблем. Первое, как удобно подбирать траектории регуляризации, как выстраивать вот эту вот матрешку регуляризаторов друг за другом, в какой последовательности, как коэффициенты регуляризации оптимизировать, как число тем подбирать, ну и так далее. Вот об этом. Так, давайте, поскольку я все-таки вложился почти в 30 минут, то вопросы, наверное, ну давайте один-два вопроса, ну быстренько. Есть вопросы? А если, ну давайте. В Пабмете что для системы рекомендации? Как бы сравниться с реальными системами? А, да. Вопрос хороший. Мы на Пабмеду уже смотрим давно, разговариваем с исследователями-медиками, которые все до единого плюются на все до единой существующие системы поиска по Пабмеду. Маленький факт. В МГУ на факультете научной медицины есть семестровый курс, который рассказывает о том, как правильно искать в Пабмеде. Ну, это означает, что средства далеко от совершенства. Так что, да, этим хочется заняться, но пока руки не дошли. Здравствуйте, меня зовут Егоров Евгений, я сотрудник лаборатории машинного интеллекта, и я буду вам рассказывать про наш проект TopicNet. Естественно, вкратце мы расскажем, почему мы хотели сделать этот проект, что мы видели от этого проекта. Затем моя коллега расскажет вам, что наш проект на самом деле умеет, и как вы можете научиться это делать тоже. Начнем, на самом деле, с небольшого экскурса в историю, хотя мотивация. В мотивации у нас есть, мы как лаборатория, как НЛП, группа развиваем тематическое моделирование. Развиваем тематическое моделирование можно, в принципе, по двум направлениям. Можно строить модели получше, посильнее, которые хорошо публикуются, а можно научить других людей делать то же самое и тем самым расширить нашу область и быстрее развивать тематическое моделирование. И проект TopicNet как бы решает обе эти две задачи. И чтобы понять нашу мотивацию, давайте немножко отойдем в историю. Дайте я угадаю, она грузится. Да, к сожалению. А, я понял. Connect to Stomarticle. Меня отключил? Пока я разговаривал, да. Не, сейчас все будет уже. То есть, я подключился обратно? Да. К сожалению, ладно. На этих картинах вы видите кометы. Кометы, на самом деле, были очень интересны средневековым авторам в своих рукописях. И вот почему. Почему-то в год, когда наблюдали комету, особо невооруженным классом, случались землетрясения, умирали монархи, случались кровопаралитные войны, были моровые поветрия. Это был просто самый ужасный знак, гнева с небес. И таким образом было достаточно много записей, как вы видите, пришествия комет. Они тут датируются с 1300 по 1600 год, а на самом деле кометы в исторических источниках наблюдали гораздо раньше. И вот к концу 17 века появилась механика Ньютона, а вместе с ней один британский астроном Эдвард Галей, проанализировав данные комет за последние 200-300 лет, установил, что на самом деле в этих данных есть одна комета, которая встречается периодически с периодом 75 лет. Он рассчитал полностью ее траекторию, предсказал ее следующее появление. К сожалению, он до этого появления не дожил, но был достаточно точно нашидся в 2-3 месяца. Что нам это может сказать? Ну, Ньютон молодец, да? Галей тоже молодец, но на самом деле что мы хотим отсюда вынести, что я отсюда вижу, это важность системного подхода к решению задач. То есть когда вы решаете исследовательскую задачу, вы на самом деле не просто решаете свое уравнение, вы не просто как бы входите в область, решаете какую-то задачку, публикуетесь и уходите. На самом деле вместе с задачей что-то решить, что-то понять, вы тянете за собой ворох системного подхода, скажем так, ворох проведения организации, логирования экспериментов, ворох задач просто организационных, чтобы все эти данные у вас всегда были под рукой и когда у вас оценила как-то эта идея, вы могли ее быстро потестировать. И TopicNet, в частности, тематическое моделирование, именно и призван для того, чтобы помочь решать вот такие задачи, которые не являются, строго говоря, творческими. То есть когда вы начинаете проводить тематическое моделирование, мы помогаем вам записать, например, все результаты и хранить их правильно. То есть мы хотим стандартизовать повторяющиеся действия при тематическом моделировании, мы хотим создать инфраструктуру, которая все записана, и мы хотим просто снять с аналитика, с модельера необходимость вот этих всех рутинных действий. И давайте тогда сейчас просто посмотрим, как мы видим TopicNet. То есть вот смотрите, чем хороши тематические модели? Тем, что в них есть темы. Тема помогает нам как-то кластеризовать наши данные. То есть, например, здесь мы видим две рандомные темы, взятые из нашего проекта по работе над диалогами контактных центров. И здесь вот, если присмотреться, я надеюсь, видно, если нет, то я вам прочитаю, что на самом деле вот эта первая тема, она хоть и плачь за интернет, но она вообще-то про уплату каких-либо вещей за интернет или какие-то платежи, проведения или того подобного. С другой стороны, как много плакали. Вторая же, очевидно, что это антивирус. Антивирус за бонус. То есть, это получение какого-то антивируса по какой-либо акции, даже, наверное, есть бонус-антивирус персон, вы, наверное, угадаете, что это за бонус-антивирус. Оставив вас загадками, я перейду дальше. Смотрите, когда строится тематическая модель, получается большое число тем. Чтобы оценить качество тематической модели, нужно просмотреть все эти темы. А потом, когда вы настраиваете свою тематическую модель, вам нужно создать еще сотню таких моделей с большим числом тем, и все их просмотреть обычно. И если хорошо продумать, то, в принципе, вот эксперимент построения хорошей тематической модели может выглядеть так. И это еще не самый плохой случай, потому что человек здесь заранее подумал, что ему нужно сохранить все возможные варианты перебора. Мы же предлагаем слегка другой взгляд на эту проблему. Допустим, вот у нас есть наша основная модель. Мы точно знаем, в какой момент мы решили перебрать, какой регуляризатор с какими коэффициентами. Для каждого коэффициента мы получили модель, которая будет сохранена на диск, и которую можно потом получить, загрузить просто в память. Дальше, дальше, между, когда у вас получился ворох моделей, вообще-то, вам не все модели нужны, вам нужно одна-две, может быть, меньше. И процесс отбора лучшей модели тоже можно как-то автоматизировать, как-то упростить. И для этого у нас есть вот такие запросы, которые сейчас, может быть, не до конца понятны, но в принципе понятно, что мы по каким-то критериям отбираем сколько-то самых лучших моделей. И потом из них формируем список моделей, которые перейдут на следующий этап. И применяем второй этап от четырех моделей, полученных на первом эксперименте, мы снова получаем потомков. И повторяем этот процесс, пока мы не будем довольны нашим результатом. Теперь моя коллега Женя пока расскажет вам подробнее про возможности нашей библиотеки. Для любого, работавшего с тематическим моделированием и в принципе знакомым с понятием АРТМ, очевидно, что очень многие процессы в АРТМ не автоматизированы. И так как АРТМ является собой в исходном состоянии просто некоторую модель, над которой требуется проводить достаточно тяжелое систематическое исследование. Мы захотели упростить и вашу работу, и свою в том числе. И в первую очередь, конечно, мы ввели систему логирования моделей, полученных при проведении эксперимента, при переборе параметров, при выборе самых оптимальных моделей. Ввели систему логирования, которая выглядит, как вы можете видеть, неким деревом и хранится в подобном стиле. Ввели систему отбора моделей, которая позволяет следить за скорами, по которым вы производите отбор, и при этом автоматизировать процесс перебора всех этапов эксперимента и отбора по этапам. Опять же, на графике видно, что конкретный скор немного прерывается и делится на следующие модели. Каждый пик и каждый скачок символизируют собой переход на новый уровень модели, добавление каких-то новых параметров или изменение старых параметров и продолжение обучения. Кроме того, здесь вы можете увидеть пример работы стратегии отбора параметров. Так как очень часто мы уже заранее представляем, что должно происходить в текущем этапе эксперимента. Например, если вы меняете какие-то параметры у регуляризатора, вы хотите минимизировать одну из функций. Например, минимизировать перплексию, как самый простой вариант. В таком случае, если параметров много и их перебор не является процессом, за которым вам очень интересно наблюдать, можно использовать стратегии перебора, которые являются собой простейшие оптимизаторы или подходы к изменению параметров в каждом этапе эксперимента. Так что TopicNet умеет еще и перебирать параметры за вас и выдавать лучший вариант по какому-либо из критериев. В данном случае был найден минимум функций при простейшем по координатном спуске для двух координат. TopicNet может измерять заданные вами скоры, не только какие-то базовые скоры, которые введены в ARTM, но и любые скоры, которые вы напишите и введете в модель. Это бывает очень удобно, так как набор базовых скоров сильно ограничен и, например, возможность взглянуть на то, как распределены темы по одному предложению или одному документу и то, насколько много тем в одном документе, то, насколько темы друг с другом отличаются. Это важный критерий, например, для построения моделей на статьях, где темы плавно перетекают из одной в другую, и если мы замечаем, что темы в одном документе сильно варьируются и рядом располагаются совершенно непохожие темы, возможно, что-то мы делаем не так. В данном случае можно увидеть график скоро, который отвечает за интерпретируемость тем в одном документе. TopicNet дружит с конфигами, и любой опыт сделанных до вас экспериментов можно внести в конфиг в формате яму и восстановить дальше для повторения эксперимента, либо продолжения эксперимента, либо просто для прогонки того же самого пайплайна. Это, наверное, одна из самых больших гордостей TopicNet, так как как у Пинал Константин Вячеславович очень много опыта моделирования тратит долгие месяцы для того, чтобы в итоге появиться. Можно потратить месяц и три на то, чтобы создать хорошую для данной коллекции структуру эксперимента и структуру модели, и точно так же забыть или не успеть поделиться с кем-то опытом построения. Возможность перевести весь процесс обучения в формат конфига позволяет и сохранить свои наработки, и поделиться, и использовать лучшие наработки для того, чтобы не подбирать при заданной области задач какую-то модель, а выбрать то, что уже делалось в этой же области и получить какой-то бейзлайн-результат за несколько импортов. Выбор модели. Выбор модели не только удобен тем, что он написан на интуитивно понятном языке, но в финале он позволяет вам структурировать и легко описать весь проведенный эксперимент. Что вы делали, как вы делали, как происходил переход на следующие этапы, все это заложено в процесс выбора модели и, собственно, в его интерпретируемость. Теперь вы можете рассказать человеку, который не знает, что такое РТМ, что вы делали, и он, возможно, даже поймет. Визуализация результатов обучения это важная часть работы с РТМ, так как в исходной библиотеке заложена только возможность взглянуть на значение скоров, какие-то базовые скоры не всегда бывают репрезентативны, более того, даже минимизация по стандартному скору перплексии не всегда дает модель, которую вам бы хотелось увидеть в данной задаче. Топикнет позволяет взглянуть на самые репрезентативные токены, на самые репрезентативные слова каждой темы, он позволяет взглянуть на взаимоотношения между темами, в частности на данном слайде построены описи на представлении каждой из тем и построен путь, который дает взаимодействие между темами, то есть путь упорядочения тем по их близости. В частности это может позволить вам находить документы, лежащие в схожих темах, находить таким образом схожие документы, переходить от темы к теме и анализировать то, хорошо темы перетекают в конкретном документе, если вы знаете их порядок близости. Опять же, здесь вы можете взглянуть на две располагающиеся рядом темы и на то, чем они отличаются. Исходные темы это тема услуг и тема оплаты. Тема оплаты расположена в левом углу, тема услуг в правом. Между ними располагаются темы переходного уровня, которые объединяют в себе и какие-то требующие переводы денег элементы, как в теме ближе к левому краю, и темы, которые уже больше похожи на потребление, как темы с правой части. Все это можно сделать при помощи TopicNet и показать результаты вашего моделирования не только другу, который шарит за TopicNet, но и людям, которые совершенно не сведущи в том, что происходит тематическое моделирование. Установка TopicNet Мы рады сообщить, что TopicNet вышел в открытый мир и сейчас он может быть установлен как из пайпи библиотеки, то есть он может быть установлен при помощи пип. Основное требование это установка BigRTM либо использование докера с предустановленным BigRTM так как сейчас BigRTM является собой довольно нетривиально устанавливающуюся библиотеку. Все остальное делается при помощи PipInstall и начала работы. Кроме того, в ГТ лежит огромное количество примеров работы с TopicNet в ГТ лежат тесты, которые позволяют лучше углубиться в какие-то специфики работы TopicNet и, конечно, вы всегда можете обращаться к нам, если вам требуется построить модели и поработать именно с TopicNet на этом. На этом все. Спасибо за внимание. Здравствуйте. Я расскажу про конференцию Recent Advances in Natural Language Processing, на которую я слетал в начале сентября с постером. Я расскажу про конференцию в целом, а потом подробнее про какие-то отдельные работы, которые мне показались интересными и про которые мне кажется, что мы можем их использовать или, по крайней мере, о них стоит задуматься. Конференция достаточно высокого уровня, как мне показалось. Там были спикеры из Adobe, из лаборатории Касперского, может быть, еще откуда-нибудь, но просто я их не видел, потому что там было три трека. Нас свозили на несколько экскурсий. А, я не сказал, что это было в Болгарии, это было в Болгарии. У конференции было два основных спонсора, и вот эти вот ребята, iris.ai, они тоже занимаются разведочным поиском, помимо всего прочего. один из их продуктов ходят под слоганом Your Personal Research Assistant. Еще они что-то делают с химией. Это слайд про то, что они еще что-то делают с тематическим моделированием, только не внутри подхода ARTN, а как-то более инженерным способом. Вот у них тоже есть теоретические модели, они другие, но они там тоже используются, и они помогают находить похожие статьи по заданной. А эти ребята занимаются антологиями, то есть базами знаний, вот написано knowledge graphs, это то есть например информация о том, какие страны соседние друг с другом, президентом какой страны является Владимир Владимирович Путин и так далее. у них есть сайт, где трекаются новости и где все важные именованные сущности, на них поставлены важные перекрестные ссылки. Про конференцию в целом по тематике. было очень много работ про то, как поставить тексты, как заставить тексты нести людям благо и не давать текстам нести людям зло. То есть всякие работы про то, как находить фейковые новости, пропаганду, ложь, троллинг и всякое такое. Обычно в новостях, но не только. Вот тут вот картинка из статьи чувака, с которым я жил в одной комнате в отеле, вот он тут пытался классифицировать новости на хорошие и плохие. хорошее и плохие в том смысле то, верхнее о том, что теперь от каких-то болезней умирает меньше людей, чем раньше, а плохая о том, что дела с экологией ухудшаются. Еще было много всяких работ про чат ботов. Сейчас расскажу про какие-то работы в отдельности. Эту статью я неформально называю датасет имени Арнольда Шварценеггера, потому что это был вдохновляющий пример. Арнольд Шварценеггер сначала был бодибилдером, потом стал актером, потом в районе 2003 года ушел в политику. И ребята подумали, давайте мы возьмем историю правок википедии, рассортируем ее по годам и посмотрим в каком контексте встречается ссылка, которая ведет на статью Арнольд Шварценеггер. И сначала она встречается в контексте, во всяком бодибилдерском контексте, потом рядом с этой фразой начинают встречаться слова типа главная роль, терминатор, актер, а потом уже губернаторы Калифорнии. Вот они собрали такой датасет, выложили, он в открытом доступе. Стоит, наверное, что-то с ним интересного поделать. Да? Я думаю, что не могли, но вот тут у нас 2002 года начинается. Не, ну, поделил даром он был гораздо раньше, но может быть просто были источники, у которых была указана дата. То есть тут мы додумываем, точно не знаем. Ну, я думаю, что да, там бодибилдер все-таки сюда не влез. Это статья про то, что давайте машинные обученья научат нас в статьях писать раздел related work. Оказывается, есть всякие педагогические приложеньки про то, что вот человек написал статью, загружает ее в систему, система говорит ему, что у нее там что-то плохо в introduction написано. И вот эти ребята сказали, что про related work таких работ пока нет. Они взяли откуда-то классификацию о том, что в related work должны быть четыре вещи. Ну, общая информация области что не хватало в предыдущих работах, что автор вносит нового и просто работа, которые кажутся важными. Вот они разметили, обучили классификатор, теперь это есть. Я всем рекомендую запомнить, какие разделы должны быть в related work. на этом слайде кратко описана работа, где ребята пытались выделять токсичность в болгарских новостях. токсичность поделена на 8 категорий фейковые новости, теории заговора, сплетни и так далее. То есть это задача классификации на 9 классов, на 1 нормальный и 8 токсичных. Они попытались сделать, собрать очень много разных признаков, и потом обучить какой-то простой классификатор на всем этом. И признаки, во-первых, это всякие продвинутые нейросети, типа BERT и ELMO, во-вторых, это стилометрические признаки, что в духе доли заглавных букв в тексте средней длины слова, и еще они взяли тематическое моделирование и из него тоже добавили признаки. Причем на самом деле тематическое моделирование они взяли достаточно простое. Еще нужно сказать то, что для каких-то сложных нейросетевых моделей оказалось лучше просто брать болгарский текст и через google транслейт его переводить на английский и для английского строить признак в описанке, чем брать какие-то модели для родного болгарского языка. эта работа была про всякие заявления разных политиков из разных партий и о том насколько они правдивы или нет. В общем для польского чешского и словацкого языков есть специальные сайты где люди разбирают всякие заявления и пишут правда это или нет и почему и в общем ребята как я понял просто хорошо все это обработали и сделали из этого датасет этот датасет решает примерно для решения примерно такой задачи есть заявления вида населения Швеции примерно 7 миллионов человек есть комментарий в духе на момент переписи 2000 такого этого года население Швеции составляло 10 миллионов человек и по этим двум кускам данных нужно выдаст это заявление про население Швеции правдивы или нет кстати вопрос в зал никто не знает каких-то таких ресурсов для русского языка не ну то там где разбор всяких заявлений и правда неправда непроверяемо есть которые товарищи называть да скорее всего за такие ресурсы банятся ну да сразу скажу то что заголовок неправильный датасет на самом деле на французском полгарском и английском в общем что такое вообще bias detection это предвзятость и здесь люди основывались на википедию которой есть политика про нейтральную точку зрения и там даже есть специальная плашечка которую можно налепить на статью и сказать что эта статья не соответствует правилам нейтралитета википедии а потом может быть когда-нибудь кто-нибудь эту статью отредактирует и сделает изложение более нейтральным и тогда эту плашечку можно будет убрать вот тут примеры на верхнем примере кто-то убрал слово на самом деле чтобы не выдавать мнение за факт а на втором примере кто-то добавил добавил дисклеймер о том что о том что некоторые авторы считают что это пример нарушение нейтралитета когда мнение выдается за факт ну и в общем в этой работе люди распартили историю права википедии нашли места где плашка про нарушение нейтралитета появляется места где она исчезает просили людей разметить какое именно место статьи было предвзятым и как именно предвзятость исчезла и теперь в общем про это есть датасет на него можно обучаться что-то делать еще я хочу заметить то что каждый аннотатор разметил 224 статьи а еще 72 статьи были общими в разметке то есть для болгарского и французского их разместили два человека для английского три и это позволяло измерить насколько разметка согласуется между разными людьми это плавно подводит меня к следующей его большой теме о том как правильно делать датасеты в общем я сидел на докладе где люди из лаборатории Касперского делали датасет про распознавание именованных сущностей они много рассказали про свой форум где обсуждают всякие вирусы и уязвимости о том что там и нет датасета с именованными сущностями для русского языка и тем более еще по гибербезопасности поэтому они решили это разметить все это звучало очень внушительно очень убедительно и они рассказали то что ему это удалось а потом внезапно презентация не закончилась там было еще несколько слайдов про то что они потом эту разметку посмотрели и нашли в ней ошибки несогласованности и после этого они написали более детальные инструкции для аннотаторов и прогнали этот процесс еще раз я думаю то что вам не видно что здесь написано но там пример того что во фразе android defis устройств какие-то люди говорили то что android это сущность какие-то люди говорили то что android устройств это сущность и вот это было не согласовано между разными людьми и это меня впечатлило потому что в рамках например нашего проекта где мы кластеризация создавали обращение в контакт-центры у нас тоже была разметка и в ней тоже были несостыковки но мы вот этого шага не делали а все-таки надо было надо аккуратнее собирать данные на этом слайде я не буду подробно останавливаться но в общем тут тоже люди когда собирали датасет они задумались о том насколько он зашумлен и все перепроверили на этом слайде я тоже не буду долго задерживаться но он проработал о том что можно использовать active learning для того чтобы находить всякие косяки в данных которые размечены но размечены плохо я не уверен то что именно вот эта работа самая крутая но я думаю то что вообще в целом нужно смотреть в эту сторону научиться пользоваться такими инструментами еще один интересный датасет про который я хочу рассказать несмотря на то что он на португальском у него интересная идея берут чувака говорят чувак как ты относишься к легализации абортов по шкале от 1 до 6 где там на одном конце я полностью поддерживаю на другом я полностью против и он в общем ставит какую-то оценку а потом его просят напиши пожалуйста 4-5 предложений про то почему у тебя такое мнение и он пишет то что преимущества легализации абортов вот такие вот недостатки вот такие вот и у нас получается датасет где по вот такому тексту нужно угадать оценку по 6-бальной шкале это достаточно изящная идея в этой работе люди занимались тем чтобы удалять чувствительную и персональную информацию наверху нарисовано письмо в котором написано привет Джейн меня зовут Сьюзен Волкер бла-бла-бла с наилучшими пожеланиями СВ с наилучшими существуют разные области например медицинские данные где с персональными данными просто так обращаться нельзя и обычно тут просто заменяют все на какие-то теги или XXX но всякие продвинутые нейросети на таких данных уже спотыкаются и ломаются и вообще говоря тут теряется какая-то важная информация например о поле респондента которая для анализа медицинской истории может быть очень важна в общем эти ребята просто сделали замену которая превращает письмо в котором написано привет Джейн меня зовут Сьюзен Волкер в привет сали меня зовут Кэти Смит сохраняя при этом пол сохраняя при этом например для географических названий размер то есть большой город изменяется на другой большой город а маленькая деревня на другую маленькую деревню таким образом анонимность сохраняется но при этом важная информация остается они пообещали это выложить в открытый доступ но по-моему еще не выложили кажется это можно использовать для генерации бейтинс да я хотел сказать то что это очень полезная штука для того чтобы потом если мы будем сотрудничать с банками там или медитинскими центрами или там операторами связи чтобы они нам охотнее данные давали но фейк ньюс так тоже можно генерировать но если у них все правильно то нельзя потому что ну просто выдается случайный экземпляр из того же класса но это уже от конкретной области зависит я не знаю я не знаю но не не я не знаю что было наверное был ли человек в городе у которого была вспышка это ментитинская история очевидная как правило было ли мы в личном регионе связан с другим и теряли самое главное все зависит от того как если мы хотим вообще полностью историю перемещения значит на на этой работе не буду надолго задерживаться она про то что люди взяли lda добавили туда многоязычность добавили туда учет времени долгомучительно вводили формулы и там наконец у них получилось это совместить при том что в рамках подхода rtm это делается проще так константин вячеславович обратите внимание на эту работу мне кажется тут люди делают что-то очень похоже на то что вы занимаетесь вы в этой я до конца не уверен но мне кажется то что они пытаются сортировать статьи для разведочного поиска вот еще интересная история про вот эту статью люди взяли проблематичные чешские новости которых была пропаганда и разметили их на разные техники манипуляций вот тут пример она татарского интерфейса я подходил к посту рассмотрел на этот пример интерфейс об то что мне такое интересно а потом я заметил то что какие-то другие люди тоже косятся на этот постер и как-то это очень странно косятся друг с другом перемегиваются и незаметно хихикают я подошел смотрел еще раз а что за за манипулятивные техники там были размечены и посмотрите на пункт л там на этом написано russia is the topic related to russia было немножко обидно до чешские но я потом посмотрел на их статью и в общем них там датасет на самом деле был из пророссийской пропаганды в принципе понятно почему они наряду там со всякими признаками типа там разжигание ненависти разжигание страха добавили то что тема про россию но все равно немножко обидно да здесь люди работали с твитами на польском языке и они пытались научиться определять автора и в литературе обычно для такой задачи берут символьные н граммы то есть по просто там последовательные символов которые рядом встречаются и для этой задачи эта техника не работала тогда они взяли байт пэр энкодинг это техника которая вообще используется для архивации где если два символа часто встречаются вместе то мы их объединяем в новый символ и таким образом там строим рекурсивное дерево и в общем с какой-то точки зрения можно считать то что такие продвинутые н граммы и что интересно вот этот странная техника она зажгла то есть у них был достаточно простой классификатор но он очень хорошо работал и я предлагаю нам всем задуматься о том не будет ли это также хорошо работать для русского языка потому что он в общем то похож на польский классификация цветов по автору да 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 причем это речь о коротких текстах в которых еще много опечаток при этом это как эти опечатки могут быть ну на самом деле да стилем да по фрейду в общем здесь очень простая идея вот когда мы делаем имбэдинг словом получаем вектор если это например там 300 мер на имбэдинг то у нас получается 300 чисел и вот мы смотрим на каждую чиселку если она по модулю сильно больше чем средняя чиселка поэтому измерению если она вот гистограммки лежит в концах то мы просто заменяем ее на среднюю поэтому измерению и у нас качество улучшается вот но правда очень простая техника принципе логично что это работает статья в названии статьи есть кошный ритейл то есть предостерегающая история эта статья о том что люди пытались взять лучшие практики для английского языка применить их на немецкий язык у них ничего не не работало классификатор классификаторы ведут себя по-разному хорошие признаки ведут себя по-разному там даже правильное количество признаков на котором происходит насыщение по качеству разное абьюзив лэнгвиж детекшн то есть это что-то среднее между оскорблением и троллингом да для для английского и для немецкого вроде бы нет вроде бы они проверяли эту гипотезу там техники которые помогают для английского для немецкого наоборот фредят и они под шумок пытались построить тематическую модель на над этих датасетах они это делали потому что в литературе есть есть предположение о том что такая задача на самом деле решается потому что просто вот этот оскорбительный язык он коррелирует именно с темами и они построили тематическую модель на две темы них это и на английском не зажгло и на немецком тоже не зажгло поэтому они так и остались в недуйменьги и пока не знают почему все так я еще хотел тут сказать мораль то что тематические модели они сейчас не самая хайповая тема но при этом они реально используются это такая нормальная рабочая лошадка нормальный бейзлайн и в принципе люди почему-то используют очень простой бейзлайн здесь хотя не могли бы делать что-то более интересное еще я хочу сказать пару слов про теорию риторической структуры тут есть российская команда которая пошла на конференцию с тремя статьями причем с дмитрием и львовским я летел туда в одном самолете и выяснилось то что скорее всего он был ревьюером моей статьи это было забавно в общем риторическая структура текста это следующий шаг над синтактическим разбором то есть риторическая структура текста разделяет текст на на блоке например во фразе когда я нажимаю на кнопку загорается лампочка она там замечает блок когда я нажимаю на кнопку и блок зажигается лампочка и там строит то что между этими блоками причинно-следственная связь вот они там это используют для того чтобы делать всякие интересные вещи они использовали риторические структуры для выявления в новостях где говорится о фактах идет аргументация а где идет бла-бла-бла и какая-то пропаганда и какая-то подтасовка и это тоже выявляется по риторическим структурам а не по терминологии кто-нибудь знает как по-русски сказать thumbnail нет я тоже не знаю но смысл в том что для музыки есть технология которые находят какой-то репрезентативный фрагмент там там длиной две-три секунды и это такая штука которая позволяет например понять это ли это песня которую ты ищешь и вот эти ребята они задумались о том что если мы хотим просумморизировать текст песня то традиционной техники сумморизации работают плохо потому что например они просто четыре раза повторяет припев а вот если добавить метрику качества из вот этой области про праву вот эти вот фрагменты и музыки то все становится лучше вот они взяли текст ранг тематическое моделирование тоже в очень примитивном виде добавили туда свою метрику у них хорошо получилось так и в общем под занавесы я хочу рассказать не о работе с конференцией а просто вот о тех польских коллегах которые делали в частности атрибуцию польских твитов у них есть сайт который по идее позволяет гуманитариям без какого-то технического бэкграунда загрузить свои тексты и применить к ним компьютерную лингвистику чтобы что-нибудь заметить интересное вот я думаю то что вот на этом слайде вам ничего не понятно потому что вы сидите далеко еще на польском поэтому я сделаю вот так ну в общем тут написано тематическое моделирование если это непонятно а вот тут есть два метода по умолчанию стоит bigart там и вторая опция это lda в общем я с этими ребятами много разговаривал история такая то то что bigart m они используют просто потому что он самый быстрый они знают то что там есть 30 страниц регуляризаторов но они не умеют этим пользоваться но им очень нравится то что он быстрый и это возвращает мне основа к библиотеке топик нет я после того как мы выложим эту библиотеку в open source то есть сегодня я напишу им письмо скажу то что у нас есть релиз и это мы очень надеемся то что теперь вы малыми усилиями сможете строить продвинутые тематические модели без глубокого погружения в эту область вот а 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 к а а а а а а а и